В Курске выбирают лучшего хлебопёка. Участникам необходимо было пройти теоретическую часть, представить жюри приготовленную дома композицию из теста на сказочную тему и осилить практическое задание. За отведенное время испечь три потешки вымышленных героев. Наш корреспондент Денис Ломакин побывал на хлебозаводе и узнал, что же это такое съедобное искусство. Наталья от профессии уже девять лет. Начиналось знакомство с тестом дома. Пирожки, выпечка, пасхи. В 27 пришла на хлебозавод. Трудилась сначала формовщиком, сейчас отвечает за замес теста. В конкурсе участвует уже пятый раз. В прошлом году защищала честь региона на Всероссийском смотре, где одержала победу. Сегодня ее руки рождают сказку. Красная шапочка, волк и бабушка. К сожалению, реальность получится гораздо трагичнее. Вымышленные истории съедят не только бабушку, но и волка с внучкой. В первую очередь повышение самооценки, повышение квалификации, также учеба. Вот девочки, тоже посмотрите, что они творят с училищем. Тоже молодежь наступает на пятки. Надо стараться, надо учиться. Здесь герои мультфильма Винни-Пух, 38 попугаев, Буратино. Во всем многообразии находятся и современные персонажи. Оксана Быканова делает из теста смешариков. Потому что дети у нас больше сейчас смотрят такие мультфильмы. Они наши не знают русские. Больше. Вот такое смотрят. И спросите, что такое у них. Какая-то птичка. Они вам не ответят. А спросите, что это такое. Они ответят и скушают. Всего девять конкурсантов. Два молодых представителя колледжа. Матерые профессионалы из Льгова, Баяни, Курчатова и Курска. Судьбу победителей решает компетентное жюри. Представители комитета перерабатывающей промышленности, Роспотребнадзора, крупных производств. Будем смотреть, насколько профессионально сделаны изделия. Насколько, опять же, наблюдаем, как они умеют работать с тестом. Какие у них навыки. Как это будет выглядеть уже в конце выпечки. Насколько это будет красиво и похоже на то, что они хотят представить. Победители ждут награды в виде бытовой техники и премиальных на производстве. А все изделия после подведения итогов отправятся детям-сиротам. Денис Ломакин, Андрей Зарубин, телеканал СЕИМ.